На заборе много чего написано. Вошли, а там дрова лежат, которая сказала, что я её обманула. То есть подделок, что ли, меньше станет? Не станет. Их станет больше. Ничем. Ничем не отличается. Среди ниш я заняла свою нишу. Всем привет! Меня зовут Ольга Грасс. Сегодня речь пойдёт о той теме, которая достаточно неприятная. О той теме, которая волнует всех, и обсуждать её или затрагивать её, ну, всегда какая-то болезненная история. Речь сегодня пойдёт о подделках. Давайте попробуем сегодня с этим разобраться. Поехали! Как я уже и сказала, речь сегодня пойдёт о подделках. Как их избежать, как их определить, и что делать, если вы их нашли. Давайте попробуем сейчас с этим разобраться. История у меня сегодня такая, что я в метро перед Новым годом встретилась с женщиной, которая сказала, что я её обманула, что я ей посоветовала атомную розу. Она её успешно приобрела, она от неё задыхается, ей от неё плохо, и что с этим делать, она вообще не знает. И что она мне доверяет, а я вот якобы такая плохая девчонка, и сказала ей какую-то фигню. Сказала купить атомную розу. Я вообще человек достаточно такой, не люблю я лишних разговоров, и тем более уже, если такие наезды какие-то необоснованные в мой адрес, я бы прошла мимо, но не знаю, как-то это всё меня зацепило, задело, и, ну, может быть, в связи с праздниками. И, начиная с ней беседовать, я говорю, что не так-то с ней, с атомной розой. Она говорит, я от неё задыхаюсь, она воняет, она воняет мне на весь дом, она воняет мне на всю мою спальню, мне так противно, неприятно, и так далее, и тому подобное. Ну, воняет хорошо, воняет, ну, воняет, понятие растяжимое, так сказать, для кого-то воняет, это для кого-то цветы, понимаете, и роскошь. Так вот, в процессе беседы она мне доставит её из сумки и протягивает в руки. Если бы вот дело шло не об атомной розе или о каком-то другом моменте, ну, мне бы как-то, наверное, так не зацепило, потому что я сама пользовалась все праздники атомной розой, и мне было как-то, ну, обидно за неё. Действительно, у нас такие досады, вот я там собрала, накопила, купила там на достаточно известном сайте, вот, посмотрела их канал, там все дела, и вот приобрела, посмотрите. Ну, из рук, из её, конечно, разницы не было никакой совершенно, но, поднеся поближе, ну, я его когда взяла в руки, я достаточно много лет занимаюсь в данной сфере. Я достаточно известный человек в этой сфере. Ну, в общем, заняла нишу свою. Среди ниши я заняла свою нишу. Я 14 лет работаю в данной сфере, и я достаточно известна в этой сфере, я имею в собственности несколько объектов и так далее. И я не берусь утверждать, где там копия, где левый товар, где не левый, хотя вы часто спрашиваете, задаете подобные вопросы, и мне хочется ответить, конечно же. Но я держу определенную субординацию, потому что, ну, являюсь и винтажником, и коллекционером, и оценщиком в этой сфере, и, ну, держу некий нейтралитет, дабы никого не оскорблять, не участвовать в этих дебатах, потому что мне и так хватает своих проблем, чтобы еще и ввязываться вот в эти конфликты. Ну, так вот, взяв эту атомную розу у этой женщины, на внешний вид, конечно же, она от настоящей чем отличалась? Вообще ничем. Она не отличалась ничем. В руках я ее подержала несколько секунд и почувствовала по весу. А флакон по весу, по тому, ну, то есть каким он должен быть. И, в общем, взяв эту атомную розу, я чувствую, что просто у стекла недостаточно веса. Так, и все, и все. Сняв крышку, да, вот тогда было понятно, что он воняет. Он действительно вонял, он действительно пах вообще не так, как пахнет атомная роза. Она говорит, ну как, ну как, я же вот покупила там его за сколько-то там, за 17, что ли, тысяч. Ну, в общем, это не важно, потому что вот он стоит на этом столе, этот флакон. Мне еще его нужно вернуть. Вот она моя атомная роза из сумки. Вот она она. Вот она, атомная роза еще закрытая моя. И вот атомная роза и нишу этой женщины. Вот она она. Чем отличаются эти флаконы? Вот эти флаконы, чем отличаются? Ничем. Ничем не отличаются. Если вы держите копию и оригинал в руках одновременно, то да, вы найдете определенные различия, определенные несостыковки, как бы, и все. Отличаются флаконы по весу. Это намного легче, чем этот. Не из-за того, что не из-за содержимого, а просто сам флакон легче. И, конечно же, отличаются категорически, очень отличаются их ароматы. Пахнут они, конечно же, вообще... Вот это совершенно не атомная роза. Я теперь понимаю многие комментарии, когда я читаю, и люди твердят о том, что она не пахнет, она воняет, она там и прочее. Вы убедитесь в подлинности товара. И запах вот этого и этого вообще не похож. Это два совершенно разных аромата. И что хочется сказать в оправдании и защите, не знаю, покупателей или человека, который вот сам покупает, нарывается на подобные моменты. У каждого товара есть своя цена. Ну, плюс-минус погрешности какие-то. Ну, у каждого товара есть своя цена. Ну, дешево, только стоит... Только дешевка стоит дешево. Не может товар стоить пять тысяч... Ну, то есть, не может товар стоить пять тысяч рублей, десять тысяч рублей. Тот товар, который стоит двадцать тысяч рублей, тридцать тысяч рублей. И если вам с уверенностью, с вот такими бешеными глазами доказывают, что да это то же самое, это то же самое, да это вообще не то же самое. Не верьте вы ради богу, потому что это абсолютная глупость. И ароматы здесь совершенно разные. И в коробке, коробку запакованную, потому что у моего открытого флакона нет коробки, я ее выбрасываю сразу, я сверял с запакованной коробкой. Так вы не отличите никогда, то есть это минимальная разница, минимальные различия. Это можно отличить, опять же, если у вас их два на столе. Если он у вас один и на полке, вы его никогда в жизни не отличите. Ну никогда не отличите. Здесь я вижу, что меня равнять, я их миллионы уже в руках подержала, распаковала и послушала. Ну это очень хорошая копия, но запах совершенно другой. Обидно? Ну конечно, обидно. Опять же, следом, что, какой вопрос возникает? Речь заходит о QR-кодах. А что такое QR-код? У меня эта же женщина и спрашивает. И, конечно же, захотелось и об на эту тему ответить, потому что, ну это абсолютный вообще бред современности по поводу этих QR-кодов. Она мне твердит, ну как же так, вот на коробке есть QR-код и так далее, и так далее. И на пленке были 50 штук вот этих налепленных еще сверху QR-кодов, которые якобы должны твердить о качестве товара, о качестве производства и так далее и тому подобное. Нет. Нет. Это абсолютный бред. Почему, я сейчас объясню. QR-коды. И это мое мнение. Конечно же, сейчас на меня посыпется шквал опять моментов разных, но это мое мнение, и я его знаю точно. Знаю, о чем говорю, можно так сказать. Если кто-то подумал, что наше правительство и что наше законодательство подумало о бедных гражданах, такая сердобольная система, которая сказала, так вот их обманывают в молочной продукции, в парфюмерной и так далее, и так далее, в самых ходовых, топовых, оборотных моментах, давайте-ка мы им сделаем QR-коды, чтобы их не обманывали. Но это бред. Это самый настоящий бред. Это самые настоящие, опять, детские лепят в уши всем. Всем. Почему? Потому что, конечно, мы не экономическая программа, и не имеем права там сейчас, я не имею права говорить какие-то подобные вещи, но у меня есть свое мнение, и я хочу его сказать. В чем заключается бред в этих QR-кодах? QR-коды были изобретены, по моему мнению, опять же, чтобы контролировать предприятия, ну, то есть в налогообложении. Чтобы предприятия не уходили от уплаты налогов и так далее, и так далее, в связи с новыми ограничениями предприятия, которые трудятся действительно грамотно, правильно, и являются производителем какого-либо товара, там целый ряд сейчас предписаний, которые они должны соблюдать и отчитываться в декларации и так далее, и так далее, эти документации вот такими упаковками, которые должны быть прикреплены к этим QR-кодам. То есть все стало прозрачно, все стало, та информация, которая принадлежала только предприятию, теперь его владеет, ей каждый человек может посмотреть, отследить и так далее, и тому подобное. С одной стороны, это плюс. Плюс для кого? Для государства. Чтобы было прозрачно и от налогов никто ни от каких никуда не девался. Это первый вопрос. И самый главный вопрос. И для чего это все создавалось? Второй вопрос. Да, предприятия создают, предприятия наносят эти QR-коды, вот такие упаковки, защиты на все моменты, голограммы и так далее, теперь доступны всем подряд, и любое предприятие, соответственно, которое обязали выполнять подобное, несет определенные новые затраты. Затраты эти, конечно же, ложатся на плечи покупателей, потому что эти затраты внесены в стоимость товара, который значительно дорожает и дорожает все с бешеной скоростью. Потому что сейчас новое налогообложение и так далее, и так далее, и так далее. Но вопрос возникает, а почему бред тогда сумасшедшего эти QR-коды, да? Сразу вопрос, то есть от всех людей. Потому что ровно в тот момент, когда парфюм поступает на прилавок с QR-кодом, с документацией и так далее, и так далее, и так далее, и те люди, которые его подделывают, те инстанции, которые занимаются подделкой именно товара, сейчас имеют вообще прямой доступ к информации о товаре. Сейчас фотографируется и снимается и сам флакон, и плюс еще QR-код, который грамотно переносится точно таким же моментом на этот же QR-код, на другой флакон. И еще целая пачка документов, которая в прямом доступе является, прилагается по этому QR-коду к этому товару. И получилась в Филькина грамота. То есть подделок, что ли, меньше станет? Не станет, их станет больше. Только раньше, если до этого момента информацией, и конфиденциальной информацией обладали только магазины и предприятия, которые работают напрямую поставщиками у данных магазинов, то сейчас этой информацией обладает каждый дурачок на улице. Каждый тот человек, который вас надурить хочет. Каждый тот человек, который... Ну, то есть на заборе много чего написано, вошли, а там дрова лежат. Вот и здесь такая же история. Вот и здесь совершенно такая же история. Здесь QR-код, здесь флакон, и все подряд. Только раньше вы, и я, и все остальные могли хоть как-то доказать, что это фальсификат. А сейчас это доказать практически невозможно. Потому что, перенеся этот QR-код с добросовестного флакона, с флакона, который создан был и выставлен предприятием, уже под этим кодом едут тысячи фур. По направлению, как ездили, так они и ездят. И вот эта вот глупость дядюшки Роджера, который твердит о том, что вот посмотрите, 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 сейчас мы сейчас все урегулируем. Ну, это абсолютная глупость. Что у нас меньше стало алкоголя в стране, от которого люди умирают? Да море просто. Море просто. Лови волну называется это море. Что его меньше стало? Да не меньше. Он продается в крупных сетях, в точках, в магазинах точно так же. Залепленный просто этими акцизами. И на каждой акцизе она бьется и так далее. Потому что эти акцизы залепленные уже может каждый пятиклассник с принтером напечатать на этом изделии. Не выбивают кассы. Все они давным-давно выбивают благодаря грамотным программистам. Что-то там не выбивается. Все там выбивается. И где левого товара не было, так там его и нет. А где был завал левого товара, так он там и остался. Только теперь с QR-кодами. Которые являются, ну посмотрите, вот мы его создали, потому что QR-код есть. Но это абсолютная бред. Это абсолютная сегодня же... Если существует программа про создание QR-кодов, существует... Но это абсолютная чушь. Абсолютная чушь. Я вам как эксперт, человек, знающий толк в данной сфере, могу сказать, что QR-код это просто филикина грамма, это определенная для... Они создали, да, но они создали снова для себя. Не для нас. Меньше подделок не станет из-за этого. Только доказать подделку теперь труднее в разы. Если раньше можно было бы, хоть как-то. Сейчас нет. Я затронула эту тему, потому что эта тема... Ну, я ее не хочу трогать. Конечно же. Я ее, по сути, ну, наверное, не имею права трогать. Потому что я не брюс всемогущий. И, конечно же, не разрешу многих проблем, которые на уровне законодательства существуют. Которые... Ну, и определенные схемы, определенные рамки, в которые мы... Ну, нас загнали всех, в принципе, в эти рамки. И мы в них живем, и должны, обязаны этому подчиняться. И это... Ну, это такая тема. Она щепетильная достаточно. Я вообще не хотела ее трогать, поднимать. И много вопросов от вас я слышу. Мне очень хочется сказать. Мне очень хочется посоветовать, можно так сказать. Что... Где там ее это взять? И на что лучше обратить внимание? Ну, я просто держу субординацию, потому что не имею на это права. И ввязываться в подобные, конечно же, конфликты я не стану. Потому что, ну, это достаточно сильные конфликты. И сказать, пожелать, посоветовать. Смотрите на цену. Качественная вещь всегда стоит дорого. Дешево стоит только дешевка. И поэтому... Ну, не ведитесь вы на эту... Вы экономят там эти, например, пять тысяч рублей. Теряете пятнадцать. Вы покупаете товар за пятнадцать тысяч рублей, который стоит двадцать. И думаете, что сейчас я сэкономлю, сейчас я вот обхитрю систему. И вот такой я умник, я сэкономил. Вы не сэкономили. Вы купили химию, у которой в помойке место. И потеряли пятнадцать тысяч рублей. И все. Вы ничего не сэкономили. И здесь момент еще очень важный. Которые... Про... Миниатюры от Леванты и так далее. Да, конечно же, ценник огромный. Конечно же, хочется товар попробовать там, дорогой. Безусловно. И это дефицит. И это редкость. И очень хочется... Но лучше купить дешевый, но качественный флакон. Чем покупать дорогое и копию. Но это... Уважайте себя, ради Бога. И главное, не травитесь сами и не травитесь своих детей. Потому что, ну... Это ваше здоровье, в первую очередь. Вот эта вонь, которая создает фальсификат. Это, в первую очередь, наше, ваше здоровье и здоровье наших детей. Главный ответ, это, конечно же, всегда цена. Главный ответ. Все остальное, ну... И, конечно же, если есть какие-то определенные проверенные места, проверенные временем. Кто добросовестно работает, качественно работает, тот он так и работает. А кто за конфетку пытается постоянно выдать то, что ей вообще не является, тот и всегда будет. Всегда будет это делать. Как бы вы ни плакали, как бы вы там ни убеждались в тысячу раз, что... Если человек порядочный, он с самого начала порядочный, то есть фундаментально порядочный. А если человек, ну, такой... Нашим вашим давай попляшем, и это все видно, то, ну, наверное, лучше этого и не связываться с такими людьми. Ни в каких делах. Даже их покупках. Вот и все. Берегите себя, берегите близких, уважайте себя и будьте здоровы. С вами была Олига Грасс. Я надеюсь, вам было интересно. До новых встреч.